Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live. Обсудим очередной видеоролик. Вкуснейшая аджика. Попробуйте и влюбитесь в неё. Зачем нам в неё влюбляться в аджику? Хватит, Уралочка, что ты влюблена в еду просто по уши и уже просто не знаешь, что готовить и какими порциями. Такой любви мы точно не хотим, да. И любви сафара такого тоже не хотим. И любви к еде мы тоже не хотим, потому что мы ровно дышим ко всему съедобному. Только у тебя вот такая вот любовь неземная не только к сафару, но и к еде. Опять у нас Оля вывалила овощи в умывальник. И вы знаете, вот когда она говорит, что вот буду продавать на Авито, и люди даже увидят, как всё это готовится, да, и будут покупать с огромным удовольствием, получается, в её понимании. И будут видеть, насколько у неё это классно, качественно, приятно готовится. Ребята, мне кажется, глядя на то, как она готовит, отпадёт у людей всяческое желание что-то купить. Представляете, в умывальник, в котором моется жирная посуда, она туда сбрасывает всё, что ей не нужно. Вот вспомните, как она готовит скорлупу от яиц, она туда бросает, какие-то обрезки, не в мусорное ведро, а изначально в умывальник. И думаете, она его тщательно моет? Я сомневаюсь. Я уже видела, как она моет посуду, да. И точно такой же и умывальник. Да даже если его она и помыла, то я всё равно не представляю, как можно вывалить в умывальник все овощи. И ещё туда же чистить перец. Вы видели? То есть она очищает и косточки, и внутренности перца. И всё это бросает в умывальник. Готовить двойную или тройную порцию я уже, слушайте, запуталась. Говорит, Сафар ест эту аджику прямо-таки и с хлебом, и с печеньем. Забыла, уралочка, насочинять, что ещё и с тортом. Значит, и говорит, опять купили банки, и всё покупаем и покупаем. Ну, правильно, потому что готовишь ты, Олюшка, всё больше и больше. От этого и видят подписчики, что и сама не уменьшаешься, а увеличиваешься. Дальше показала Сафарчика, который чистил чесночок. И выразилась, слушайте, говорит, Сафарчик тут сидит, ноженьки вытянул, слушается. Слушайте, ребят, я насмеялась. Я насмеялась, что такой послушный сынок. Ножки вытянул, чистит чесночок и слушается. Вот что значит Оль говорить неправильно. А он, оказывается, слушает фильм. Ну, в принципе, чё, и не только фильм, и Олю он слушается. Он сказала почистить полкилограмма чесночка. Сидит, чистит, да, послушный. Но что ему делать? Мужик не работает, работы нет. Приходится чистить чеснок, закатывать банки, носиться за мурашами, полоть грядки. Не жизнь, а малина. И, слушайте, и правда, никакого другого интереса в жизни у них нет. А пишут-то, а пишут хомяки, что вот у нас, якобы, с вами жизнь настолько тухлая и интересная, неинтересная, вернее, что мы с вами ничего не видим, да, и завидуем все Уралочки. Ребят, завидовать Уралочки, это просто не уважать и ненавидеть себя. Это ж чему там завидовать? Кухня, поедание и дача. И больше, ребят, ничего. Ну, иногда еще ярмарка. Но сейчас ярмарка уже пореже, знаете почему? Ну, потому что на ярмарке глаза горят, купить хочется много всего. А денег, чтобы купить много всего, уже не столько, сколько было раньше. Монетизация подрезана, да, доходы урезаны. И получается, что ярмарка уже только раз в месяц, а то и в два месяца. И только сафарчик выполняет заказы Оли, носится в магазин и покупает необходимые. Олюшка у нас нарезает овощи и опять повторяет, что сафар прям съел всю аджику. Так он ее любит. И, ну, я, может быть, и соглашусь частично, что сафар любит аджику. И видно было, как он ее ел на мукбанках. Но сейчас это просто на руку Уралочке, что приготовить аджики можно и 10 порций. Якобы сафарчик все съест. А Уралочка у нас не при делах, как всегда не при делах. Она ничего не ест у нас. Компоты не пьет. Все съедает сафарчик. Вот такой он прожорливый. И, как всегда, ребят, у Уралочки такое настроение, такое настроение, когда она готовит. У нее горят глаза, потому что она понимает, что все это она будет есть. Не сейчас так осенью и зимой. И помидорки она режет и так восхищается, так восхищается, ребят. Ну вот что ребенку для счастья надо? Да, вообще так, какой ребенок, что я несу, порой, слушайте, тоже. Как с морожью, так с морожью. Что ей для счастья надо? Это пожрать и побольше. И в этом мы, ребята, уже с вами убедились, потому что уже в кадре мы чаще видим реальную Олю, а не сжатую. Сафарчик, ты больше не сжимай Олю, не сжимай. Не путай ты людей, которые смотрят вас. А то совсем задуришь людям голову. Ну и значит дальше Уралочка у нас все перекручивала на мясорубку. Не понимаю, для чего показывать кадры, где вот этот вот звук и дребезжание мясорубки. Для чего? Что-то там на фоне этого дребезжания говорит, ничего не слышно. Но перекрутила и показала. Вот перекрутила томаты, вот перекрутила перец. Нафига показывать там, где она все это перекручивает? Ну ладно бы просто, да, показывала, что перекручивает и молчала. А то же бубнит что-то еще на фоне этой мясорубки и ничего не разобрать. Ну и, ребята, это получается опять дублирует видеоролик с прошлого года. В прошлом году тоже делали аджику, кабачковую икру, закатывала Оля огурцы. И все это, ребята, повторяется, все повторяется. И вот, знаете, правда, становится совсем неинтересно смотреть все это. Потому что показывать уже и правда нечего. Только и дело, что закатки, закрутки, жрачка и так до бесконечности. А лишь потому что, ну, ничего интересного в жизни не происходит. Снимать нечего. Только и снимают как дачу, но скоро дача закончится. И что вот интересно мне тогда будут снимать? Неужели Уралочка примется за шитье? Хотя мне кажется, что клиентов у нее столько точно не найдется, чтобы каждый день клепать по ролику, да, как она там шьет и заказы, значит, выполняет, да. Поэтому, ребята, не знаю, что она будет снимать. Уже сейчас совсем неинтересно и абсолютно нечего смотреть. Вот согласитесь, ребят, кто заходит на канал Уралки, что вот там смотреть? Мне даже кажется, ребят, что и просмотров у них стало меньше. И люди стали прозревать. В принципе, они-то и прозревали, но, возможно, да, не писали. Просто отписывались, просто уходили с канала, кого-то, может быть, блочили. А сейчас, так как уже комментарии не так часто чистятся, то заметно, как люди прозревают, как начинают видеть, что и скукотища, и обман, и про это похуденье, да, тоже полная лапша людям на уши. И вообще, ребят, вот это вот вранье относительно денег, поберужничества, хитрость, что вы нам денег на лекарства, а мы себе на пожрать, на кафе, значит, телефончик новый Уралочке прикупим. Люди же видят это всё. Люди не слепые. И поэтому, ребят, вот и возникает недоверие даже тех людей, которые вот только подписались на Уралочку, и всех подвигов её ещё не знают. Ну, а периодически смотрят те, кому и правда интересно, чем же этот сериал «Таджикфильм» закончится. И, наконец-то, наконец-то, Уралочка вкусняшку приготовила Сафару, что за кадром так любуется, так любуется. Ну, а чё, Аджику-то он и правда любит, поэтому, наконец-то, наконец-то угодила ребёночку. А почему ребёночку, да, ребят? Потому что вот порой он смеётся с каких-то дурацких глупостей. Уралочки где-то прикалывается, и выглядит это и правда, как будто мама шутит с сыночком. Причём с маленьким сыночком, даже не подростком. Помимо Аджики, значит, Уралочка ещё, оказывается, приготовила борщ. Но почему-то не показала. Значит, ещё будет видос, как готовила борщ. Да, борщ, наверное, по-уральски. Ну и закатала сколько? 16 баночек Аджики. Что-то, Оленька, маловато. Надо бы ещё закатать. Ребята, правда, мне уже смешно. Закатывает, закатывает, и конца, и края нет. И это, ребят, на двоих. И вот эти вот её отмазки, что раздаём, ребят, ну правда, не прокатывают. А банок у них нет, потому что с каждым годом всё больше и больше закаток. В общем, мои хорошие, у меня всё. Напишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну и хочу напомнить, что это лично моё мнение. Я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему. Мы с вами все разные и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду, мои хорошие, ваших комментариев, жду вашего мнения. И, как всегда, каждому из вас прекрасного настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю всем. Пока-пока.